Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом. Сегодня мы обсудим минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в высшее учебное заведение в 2022 году. В октябре Министерство образования обновило линейку минимальных баллов ЕГЭ, которые требуются для того, чтобы можно было подавать документы в ВУЗ на поступление. Мы сейчас не будем перечислять полный перечень этих минимальных баллов. Вы их сейчас увидите на ваших экранах. Но что стоит отметить, наверное, тут же вы обратите внимание на русский язык, математику, физику, общество. Один момент. Если вдруг, на примере математики, либо русского языка, давайте математику возьмем, если минимальный балл по ЕГЭ получается ниже 39, то уже не получится подать документы в высшее учебное заведение. Даже если вы документы будете подавать, и у вас еще не будет на руках результатов единого государственного экзамена, а потом ВУЗ узнает в процессе приемной кампании, что математика вышла ниже 39, то в таком случае ВУЗ вынужден будет отклонить вашу заявку на участие в конкурсе, особенно при поступлении на бюджетное место. Даже если вы собираетесь поступать на платной основе, в любом случае высшее учебное заведение вам вынуждено будет отказать. То есть нужно будет ЕГЭ либо пересдавать, либо искать какие-то еще дополнительные варианты, что делать в такой ситуации. Во втором вопросе расскажем, какие дополнительные варианты могут быть. Но также нужно понимать, что высшее учебное заведение могут самостоятельно повышать эти минимальные баллы. Соответственно, в зависимости от того, куда вы собрались поступать, узнавайте, заходите на сайт высшего учебного заведения и проверяйте, какой у них минимальный балл. То есть очень может быть, если очень популярное направление, либо какое-то крупное популярное учебное заведение, они могут, чтобы как-то организовать конкурс на какое-то популярное направление, они могут увеличить планку по этому минимальному баллу. То есть, соответственно, тоже нужно смотреть. Также важно знать, что эти минимальные баллы, которые вы сейчас увидели, они являются минимальными только лишь для тех высших учебных заведений, которые подотчетны и там, где учредителем является Миноборнауки России. Это означает, что бывают и другие вузы, где учредителем не является Министерство образования, а соответственно, там могут быть другие минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления. Итак, мы плавно переходим ко второму вопросу. Где же все-таки минимальные баллы ЕГЭ могут быть ниже? К примеру, математика может быть не 39 баллов, а математика может быть 30 или 29 или даже 27 баллов. Есть вузы, где учредителями являются, допустим, Федеральное агентство воздушного транспорта, Росжелдор, Минсельхоз, Минздрав. Соответственно, у них своя линейка минимальных баллов, необходимых для поступления. К примеру, математика, там может быть 27 баллов. Если вы сравните вузы, которые подотчетны Министерству образования, там математика 39 баллов. Соответственно, разница составляет аж 12 баллов. То же самое можно сказать и о физике. Там минимальный балл является 36 баллов в таких учебных заведениях. И русский язык тоже, в том числе, балл может быть еще ниже, 36 баллов. Поэтому обращайте внимание, Если вы уже подобрали какое-то высшее учебное заведение, куда вы планируете поступать, как понять, к чему он относится, кто у него учредитель, вы можете зайти на сайт этого высшего учебного заведения, в разделе «Сведения об образовательной организации», найти, кто является его учредителем. Но, в принципе, можно не проверять, кто является учредителем, а достаточно просто-напросто открыть правила приема и посмотреть, минимальные баллы ЕГЭ необходимы для поступления. В принципе, так вы сможете понять, какова ситуация и каким ЕГЭ, каким результатом вам нужно настраиваться, чтобы правильно подавать документы в высшее учебное заведение. Напишите в комментариях, в какие учебные заведения вы планируете поступление. Будет интересно, какие там минимальные баллы. Давайте вместе посмотрим. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно отмечайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем желаем успешной подготовки к ЕГЭ. До скорых встреч, удачи!